Декабрь уже на носу, а с самого начала и на протяжении всего, в принципе, этого первого зимнего месяца состоится очень много мероприятий, которые будут приурочены к международной дружбе, к дружбе народов. Об этом нам сейчас и расскажет наш гость. Сейчас у нас в гостях Лариса Сакирская, директор Дома Дружбы Народов. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Ну и хотелось бы сразу уточнить, что же такое Дом Дружбы Народов? Дом Дружбы Народов Республики Крым, подведомственное учреждение Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Наша цель – это реализация стратегии государственной национальной политики, это создание условий для развития самобытности народов Крыма, а также укрепление межнациональных отношений наших этнических групп. Мы в основном сотрудничаем с национально-культурными автономиями, обществами, общественными организациями, проводим свои мероприятия на различных площадках городов и районов нашего Крыма. У нас участвуют национальные коллективы и также представители национально-культурных автономий. Мероприятия – это и круглые столы, конференции, какие-то конкурсы, фестивали, Дни культур, Дни памяти, очень много форм различных мероприятий. И как бы наш календарный год подходит к концу, но нам есть чем порадовать наших зрителей, и в декабре месяце мы проведем 13 мероприятий. Начнем мы с 6 декабря и порадуем наших зрителей изучением и популяризацией корейской культуры. Мы приглашаем всех на Дни корейской культуры, где наши зрители и мы с вами увидим традиции, обряды, национальную кухню. К нам приедут с других субъектов Российской Федерации ансамбли корейской народной музыки. Поэтому, я думаю, мероприятия будут очень интересные. Ну, Крым у нас действительно многонациональный полуостров, а как вот определяется, что вот сейчас Дни корейской культуры, а следующие Дни монгольской культуры? У нас очень большой план работы. Мы проводим в течение года более 100 мероприятий, и каждый месяц мы проводим Дни какой-то национальности. Но это зависит от вашего выбора, да? Да, в плане. На год мы составляем именно с национально-культурными автономиями какие-то значимые даты для данного народа, и уже с ними регулируем график проведения данных мероприятий. Более 100, да, вы говорите? Более 100 мероприятий. Это же просто удивительно. Это буквально одно мероприятие через каждые три дня. Да. Итак, вот здесь интересная история, что 6-го числа, да? 6-го. Дни у вас корейской культуры, и уже 7-го, следующее мероприятие. Давайте о нем поговорим. 7-го числа у нас другого формата мероприятия. Это патриотическое мероприятие День Героев Отечества. На нашей площадке в ДКП соберутся ветераны, кадеты, солдаты срочной службы, молодежь, детки. Мы будем говорить, чтить память наших героев, будем говорить о том, как престижно сейчас служить в рядах вооруженных сил. Мы будем просто говорить о нашем любимом Отечестве, о нашей Родине и прославлять наш Крым и нашу Родину. Это большое патриотическое мероприятие, оно всегда проходит в теплой обстановке, поэтому я приглашаю всех на это мероприятие. Возьмем на заметку. А все мероприятия ваши проходят в ДКП? Или у вас есть какие-то выездные площадки? У нас выездные площадки. Каждое мероприятие проводится в разных аудиториях, в разных районах и городах, как я уже сказала. Но в декабре мы будем проводить все мероприятия в Симферополе. И следующее мероприятие у нас 14 числа, сразу же два мероприятия, как вы заметили, что у нас нет времени долго принимать какие-то решения. Поэтому два мероприятия. Это в Крымско-Татарском театре у нас будет проводиться мероприятие, приуроченное Дню болгарской культуры. Здесь мы с вами познакомимся с культурой, традициями, обрядами болгарского народа. Также наша республиканская национально-культурная автономия будет отмечать 25-летие. Поэтому будет большой праздник. Мы приглашаем в Крымско-Татарский театр. И в это же время в 13.00 в ДКП у нас будет социальный проект «Ради будущего». И в рамках этого проекта мы проводим благотворительную акцию. В этой акции будут принимать участие детки с ограниченными физическими возможностями. Это такой трогательный, душевный праздник. Когда ты видишь радость в глазах таких детей, это непередаваемые эмоции. И зал сливается с этими участниками, с нашими талантливыми детьми. И мы очень благодарны нашим партнерам, нашим спонсорам, которые помогают нам реализовать наши идеи. И рады, когда люди выходят с улыбкой после наших мероприятий. Конечно, это огромное счастье. Но стоит отметить, что Дом дружбы народов занимается вот такими социальными проектами. Потому что это вроде как-то не относится одно к другому. Но все-таки вы берете на себя такую ответственность. Да, мы берем ответственность. Мы считаем, что наша задача это благополучие, это культурное развитие нашего Крыма, наших людей. И независимо от их национальности, мы все же должны приносить людям радость. Огромное вам спасибо, Лариса Васильевна, за такую беседу, за то, что вы встречаете это утро вместе с нами, но нашим телезрителям. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Лариса Сакирская, директор государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Дом дружбы народов». Как видите, мероприятий впереди в декабре еще очень много. Поэтому всем советуем выключать свои гаджеты, отключаться от интернета и посещать эти мероприятия. А о том, для чего еще гаджеты нужно отключать, расскажет наш корреспондент.